он резонирует с тем что ты сейчас видишь черный солнце черное солнце до бывает отсоединяешься и вот куда-то полетел полетел все смотри как будто бы упираешься в какой-то купол в каждой воронке своя информационная система пройдя через эту воронку ты попадаешь в систему из антарктиды он знаете как вот тор и показывает энергию из середины на края и опять среди на края и это все как будто вы единая система что он решил тебе стать проводником на этой планете земля что он обещал показать на этой планете он делает твердью мои илюзии если тогда вы существовали а сейчас вас нет и он говорит о том что сейчас неудобно быть в телах компьютеры много-много флешек но компьютер один экспериментальная интересная площадка купол частично состоит и держится из ограничительных энергий всех людей входит душа сразу она пролетает через навязанную какую-то программу начинает воспринимать мир через эту программу и когда душа вспоминает о своем источнике нет преград для тех кто начинает вспоминать о своем источнике это сильнее чем вот это все и и Расскажи немножко о себе, как ты вообще о нас узнала, как ты пришла к такому состоянию, чтобы нужно вызывать нас, и что мы будем исследовать в сеансе? Да, у меня вообще большой список рассказать, потому что, наверное, я как бы не то, чтобы какая-то там бывшая ведьма, я сейчас настоящая ведьма, практикующая, ну так я себя называю, ну как еще называть себя, ведущая, мать, ведьма. Практик лет 20 уже у меня, наверное, практикую, я с людьми работаю. А что делаешь? Я делаю многое, пакстями не занимаюсь, но через всякие Грегоры чищу людей, снимаю, делаю лад в семье, у меня это лучше всего получается. Вот, ну, чистильщик в основном, в основном чистильщик. А ну понятно, а что за Грегор, каким Грегором ты пользуешься? Ну вот смотрите, у меня как бы с деревни от бабушки, там карты пришли сразу в детстве, мне никто ничего не объяснял, так все свалилось на меня, какие-то травы, карты, это все так по детским, с закрытыми глазами шло, как я называю себя спящая ведьма, мне во снах приходило много информации какой-то. И так вот щу-щупая этот мир, карты я потом забросила, у меня начались какие-то всякие приключения в подростковом периоде, я пошла немножко по кривой. Правильно, познать тьму. Познала, посидела там, познала, поковырялась, пощупала. Вот, ну, как бы я себя называю, это не светлой ведьмой там бабушкой, я себя называю черной ведьмой, потому что у меня, в принципе, практики и через кладбище. Ну, все меньше и реже я этим занимаюсь, потому что все больше и больше узнаю про это. И вот, кстати, ваши эфиры мне тоже, ну, как бы со многим помогли, многие точки над «и» поставить, да, какие-то. Потому что вот передача ваша очень интересная, в последнее время моя любимая передача, она у меня все время... Да, все время включена, все время работает, я даже что-то делаю по дому, а у меня все время звучит. Так, ну, классно. Вот, ну, в общем, руны пришли ко мне во сне. С детства я чертила, рисовала какие-то необычные знаки, какие-то иероглифы, непонятно что, постоянно была с карандашом в детстве. То есть я уже в детском возрасте понимала, что я нечто большее, чем этот ребенок, который лежит в кроватке, лупает глазами, потому что уже было мышление. Мама рано умерла, у нее... Ей пришлось воспитывать и сестру, и сама потом тоже у нее был рак, но она умерла не от рака, ее мой отчим убил, но она болела раком уже. Ну, чтобы вы понимали, я в такой обстановке росла, когда мне не хотелось вообще дома быть, потому что на тот момент и мама начала пить, и отчим пил, и это были такие вибрации, что у нас дохли собаки. Конечно, ты сюда пришла, чтобы прочувствовать страдания, но вот ты рождаешься в самой нижней чакре. Мы же двигаемся по нашему телу, по нашему энергоцентру, потому что на самом деле мир внутри тебя, мира не существует снаружи. Когда ты рождаешься, ты рождаешься на красном энергоцентре. Красный энергоцентр – это демонические, ассирийские энергии, энергии генерации, энергии убийства и так далее. Поэтому жесть самая начиналась у тебя в твоем рождении. Потом ты переходишь на сексуальный энергоцентр. Посмотрим, что было в школе. Вот, сексуальный. И у меня даже есть, знаете, что, когда я еще была девочкой, но в деревне у бабушки, у меня прабабушки, короче, в деревне, у меня много, у меня у мамы сама деревенская, и у меня много прабабушек. Там сестры, между сестрами. Она меня все время спихивала на лето к прабабушкам. Я очень любила этот период, эту всю природу, деревню, лошадей, на лошадях, собаками, курами, все это мое вообще. В детстве я с ними на своем языке разговаривала. Я реально разговаривала с ними, каждую собаку понимала. Входила в вольеры с такими собаками, в которые даже хозяева не входили. То есть такая связь у меня с животным миром. Ну, это я потом уже выяснила, откуда. Это ведьманские энергии, да, они планетарные, они хорошо, ну да, даже так. Вот в деревне у бабушки у меня, значит, когда я спала, вот этот был сон, не сон, это был первый, наверное, паралич, который я помню. Когда из печки, вот, если смотреть на печку, напротив такая дверка черненькая, куда кидаются дровишки. Ну, я как бы проснулась, мне так казалось. Я открыла глаза, и эта печка начинает медленно открываться. Я слышу даже скрип, и меня начинает входить в ужас, потому что происходит как бы, ну, в реальном времени, в реальном ритме. Я вижу боковым зрением всю обстановку хаты бабушкиной. И, значит, оттуда начинает вылазить черная туча. Она бесформенная, но такая прям чернючая. И начинает двигаться на меня. На грудь, да, и садится. Она как-то начинает по всему телу, я начинаю кричать, она по всему телу распределяется, прям вот входит в меня, как вот, знаете, всасывается. И вот после этой энергии, как она всосалась, я почувствовала, сейчас я это как бы уже знаю, что это энергия оргазма. Это было так тепло, как-то хорошо, вот это все. То есть это не было какой-то холодной энергией. Ну да, такой теплой энергии. Вот она вошла, вот это вот был как бы мой первый, сексуальный опыт, когда я еще была вообще девочкой. Ой, это было мне лет, наверное, не знаю, с 8 до 11. Такой промежуток. Слушай, скажи, пожалуйста, в каком состоянии ты ложилась спать? Тебе нужно настроиться с этой частотой. Что с тобой произошло в эту ночь? У бабушки? Почему? В каком ты находилась состоянии? Ну ты же должна настроиться с этими чертями. То есть тебе нужно понизить вибрации. А, ну то, что бабушка мне нам постоянно понижала вибрации, в том плане, что бабушка сама такая была, знаете. Ух, черти нас всегда называла. Что-нибудь мы там набедокурим, она бегала за нами там. Ну как бы это любя, но все равно. Она нас называла чертями все время. Такая была она на бабу-ежку похожа. У меня такая вот челюсть беззубая, такая горбатая она. Что она, что ее сестра. Вот это вечно травы какие-то там. У второй в основном все травы. Мы боялись к ней бегать. А у этой все-таки иконы висели, как-то все-таки было. Она была доктором, медсестрой или доктором кем-то была. Она сказала ей, Куля, ты, говорит, вся в меня. Вот она сразу сказала. Погадала мне на руке. Сказала, что я рано выскочу замуж. Очень рано. Я действительно рано вышла замуж. И сказала, что после 40 лет, она говорит, ты будешь жить человеческой жизнью, но после 40 лет твоя жизнь кардинально изменится. Ну, в принципе, оно так примерно и происходит, потому что в 40 лет я на Алтае вошла в медитацию, где я растворилась со всем, стала всем. Я во всем, все во мне. Увидела программу, что это все программа, что это пиксельный мир. То есть такая глубокая. Ты ушла, наверное, в девятку, в девятое измерение. Да, трансформация была просто чудесная. И все поменялось реально. Я стала не тотально присутствовать в себе, вот как личность, а уже чем-то стала больше смотреть на себя и вообще на ситуации, на все как-то свыше. Сколько лет у тебя произошел этот момент? В каком возрасте? Вот 40 лет. Сейчас мне вот будет 45. Я долго к этому шла, долго искала. Вопросов было видно очень много. Ответ либо я не слышала, либо я не видела, либо не хотела видеть. Но он, может быть, все время как бы был рядом. Потому что, когда я даже была маленькая, когда я вспоминала свое осознавание, я понимала, что я не тело. То есть оно всегда как-то рядом было, все это. Но либо я это не хотела видеть, мне нравилось играть в эту игру, в которую я играла. И я понимаю, что некоторые вещи, когда я практиковала, меня останавливало мое высшее я. Когда я хотела сделать, знаете, как бывало, такие моменты, когда хотелось отомстить. Знаете, интересно, когда я прям обросла ненавистью к этой ситуации, хотела прям убрать ее с пути. Ну, как вообще просто, говорю, мне все равно, что с ней будет. Не прям, чтобы я это... Искушали тебя, искушали, проверяли тебя. Да, искушали тебя. Я это понимала всегда. Меня тоже много искушают. Да, я это всегда понимала. И когда я пришла на кладбище, хотела, чтобы... Ну, мне все равно. Я прям, говорю, что хотите с ней делать? Вот чтобы я в этом не участвую. Прямо на съедение отдать. И что-то просто меня остановило. Вот, говорю, остановило. И вот сказала, нет, Вика, ты так не можешь. И мне начали сниться сны, что я во сне ее люблю, обнимаю. Любовь гасишь, гасишь эту энергию, растворяешь светом. Я тебя понимаю. У меня в возрасте было несколько изнасилований. Ого. Ну, я девочка была красивая. Ну, тебя, видишь, на сексуальной энергии все идет. Да, да, да. У тебя же из печки пришел на секс. И вот после этого у тебя пошли вот эти сценарии. Это вот этот товарищ тебе разработал. Прямо были изнасилования. В каком возрасте? Да, это было и в 13, и в 15. В 13-14 лет. У меня вот несколько изнасилований было. Разными людьми? Да, разными людьми. Мы с попыткой даже меня убить. То есть был уже и нож возле горла. И все. И, конечно, мне было очень страшно. Я с маньяками с какими-то вечно встречалась. В лифте меня пытались какие-то зажать в детстве. Я там чудом выпрыгивала из лифта. То есть покушений на мою жизнь было прям несколько. Я по поводу убийства еще у меня там пытались убить, задушить и изнасиловать. Ну, то есть чудом выбиралась я из этого. Но знаете, что самое интересное? Что с моими насильниками сразу происходили кармические вещи. Они умирали. Они умирали. А как ты переживала вообще вот эти три изнасилования? Это же достаточно тяжелое для тебя было время. Эмоционально. Да, вы знаете, я всегда как-то, когда прохожу через жопу, я говорю, главное об этом долго не думать. У меня как бы всегда такой кредо, что я себя не жалею. Ничего. Я просто всегда, единственное, задавала себе вопрос. Господи, что же я там натворила в прошлых жизнях, что у меня такой трэш сегодня? Потому что я понимаю, что энергия никуда не девается, все возвращается. Ну, то есть как-то это все равно касалось. И мне как-то даже иногда сны снились, что я мужчина и насилую женщину. У меня даже такие сны были несколько раз. Не знаю, было ли это самое. Дуальность. Ну да, мир же дуален. Мы в одной жизни играем одну роль, а в другой жизни мы переходим на другую роль, чтобы понять наше созидание с одной или с другой стороны. Возможно, в прошлой жизни было так, а сейчас я тебе переверну. И когда в очередной раз за мной гнался, мы там убегали, они нас тоже хотели опять поиметь. И я встала прямо и сказала, Вика, хватит бегать. Вот не знаю, что-то во мне уже раскрылось такое. Я встала, смотрю... Ходить состояние жертвы. Да, я встала, смотрю ему в глаза и говорю, мне все равно, что ты сделаешь, но я тебя посажу, это я тебе точно говорю. Ты сядешь в тюрьму. Я говорю, даже если ты меня сейчас убьешь, убийство раскроется. Я даже увидела это будущее. Что-то там начесало ему, он испугался и ушел просто. А где ты их находила, я не понимаю, этих товарищей? А потому что я же... Мне же дома не сиделась, дома была мрачная остановка. И я искала другие обстановки, но находила тоже не очень интересные. Потому что на низкочита тебя находилась, вот ты притягивала. У меня таких историй много, я вляпывалась вообще всегда по самое не хочу. Но самое что интересно, что что-то все время спасало мою задницу от каких-то вот таких уже прям совсем... Я же, видите, до сих пор жива, хотя прошла через минное поле в свое время. Да, я очень многому научилась. Я очень много увидела, как зайти, как выйти. Если, допустим, я пользовалась тоже, негатив выносила на кладбище, да, я знаю, как зайти, что сделать, и как оттуда выйти, и что там дать, чтобы... Ну, хозяину там, да, понятно. Вот. Ну, я тебе просто знаешь, что хочу сказать? Запомни, все темные маги, они все сидят под сущностями. Все практически. Я видела это. Да, поэтому, по большей части, темные маги иногда даже себе не принадлежат. Вот. То есть, все тоже не просто так. Знаете, всегда у медали есть своя сторона, поэтому и вот... Да, это твой опыт, слушай, это твой опыт. Мы же, ты же понимаешь, что тебе нужно пробудиться, и когда ты вот такой, скажем, энергия такая мощная, приходишь на планету, тебе говорят, ну вот будешь ты, Вика, будешь жить. Ну, окей, а как же мне вспомнить, что я на самом деле, кто я есть? Но вот до этого ты прописываешь сценарии, вот эти вот вещи, взаимодействие. Видишь, с магией ты познакомилась, с семью ты, в которой ты встретилась, людей, которые тебе пробуждать будут. И через вот эти вот темные опыты ты, скажем так, развивалась вперед. А так бы ты сидела в литургическом сне, как все вот большинство людей. Ну да, да. Сны снились такие вот. Иногда я вылетала в вибрации вот эти вот такие жужжащие, в поток вот я вылетала. Конечно, руны. Вот, рунами я работаю, я их очень люблю, я не знаю, если вы мне что-то скажете. Какие руны? Ну, я скандинавскими работаю. Вот. Они мне во сне сами пришли, я начала с ними мутить, и реально очень... Ты в Эгрегор входила, в скандинавский, в этот, пользуются этим рунами? Да, да, я вошла, я... По ощущениям, по ощущениям, что это что-то, может быть, из прошлых жизней, что это как бы мое, мое мастерство такое, близкое мне. Мне не было тяжело от этого, не было какого-то там сильного отсоса энергии, как, например, с картами Таро. Отсос энергии был колоссальный, когда я занималась, входила в эту систему. Руна – это марсианская энергия, а Таро – это планетарная. Планетарщики, планетарная энергия – это демоны, черти, это все вот эти вот... Их еще называют асиры изначально, никто не знает об этом, потом их стали называть демоны. Вот поэтому с тебя и скачивали энергию, потому что у тебя очень много целительской энергии, ты не первый клиент у меня, который вот с такими же... Ну, в жизни же повторяются судьбы, знаешь, я же каждый день общаюсь с людьми. Вот у девочек, у которых вот именно вот сексуальная энергия расширена очень сильно, у них очень хорошие, сильные цилистские способности. Просто цилистские способности находятся в районе энергии жива. Жива от этого слова «живот». Да, а жива, она... Живот, он очень близок к сексуальной чакре, к нижней. И поэтому эту энергию можно, энергию живу, можно переконвертировать в сексуальную энергию. Что делали планетарщики? Потому что планетарщикам твоя жива не нужна. Они от живы офигеют, она сжигать их будет, что-то жива. Но если живы перетянуть на сексуальную энергию, что с тобой произошло, когда ты был жива у бабушки и открылась эта печка? Они переключили тебе энергию. Вот с этого момента начались притягиваться люди с инкубами внутри, которые по запаху чувствовали твой секс. И поэтому они, это сущности, руководили этим всем процессом. Вопрос был не в наслаждении этого процесса, вопрос был в энергии, в которой тебе находятся. В итоге, когда заходишь через четверку, через четвертое измерение, просматриваешь это все через энергию, то ты видишь, что это просто целительская энергия была переключена на планетарную, сексуальную, для того чтобы, как бы, ну, нужную энергию для планетарщиков, потому что жива им твоя здесь не нужна совершенно. Да, мне кажется, все сказала. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, давай еще раз по аспектам пройдемся. Из всего, что ты сейчас рассказала, что в первую очередь тебя к нам привело? В первую очередь. Была же какая-то самая... Да, аспект здоровья. Вот, ребят, знаете, я всегда говорю, я вот всех чищу, кто бы меня почистил. Потому что на себя сил у меня иногда просто не хватает. Я как сапожник без сапог. То есть иногда настолько идет отток энергии, что, ну, возьми, Вика, ты же знаешь, возьми воск, возьми руны, возьми, почисть себя. Вот нет, не могу. А ты не сможешь, потому что, ну, можешь, но мастеров чистят другие мастера, потому что у тебя не хватит энергии. Тебе нужен энергетический... Если ты уже запачкалась, опустила эту энергию, тебе нужен более высоковибрационный мастер, который своей энергией подавит ту энергию, которая находится в низкочастотной у тебя. А у тебя ее просто нет, и ты уже этой энергии не хватает тебе, ты еще пытаешься там себя что-то подмывать, почистить. Но это будет чистка, но она не будет супер стопроцентная. Поэтому у нас даже слипера, вот, например, Лена, вот, если нам ее надо почистить, например, то ее чистит другой слипер. Она сам себя слипер не чистит, потому что очень много всяких не видит, очень много иллюзий каких-то, а у других людей хорошо чистят. Поэтому у нас тоже это практикуется. Так, давай по здоровью. Да, вот аспект здоровья, смотрите. Ну, по-женски у меня по жизни проблемы, потому что у меня, да, видите, с детства все вот это вот болезненные, очень месячные, были в молодости очень болезненные, без укола, не могла пережить просто вообще. Ноги крутят по ночам, да, ноги крутят по ночам, колени. Хорошо, какой самый главный аспект, что больше всего у тебя вот из всего это причисленного беспокоит, в первую очередь? Что, скажем, заставило тебя встать и пойти к нам? Да нет, я хочу просто, самый главный аспект, я хочу просто, наверное, действительно познакомиться с собой поближе, с самой собой, кем я являюсь на самом деле. И когда я познакомлюсь, я же уже смогу многие эти вопросы, которые мы обговорили, решить сама. Мне вот самое главное выйти на себя и познакомиться с самой собой поближе. Хорошо. Давай тогда сейчас готовиться. О чем ты вспоминаешь? Ну, меня выбросило в сон, в лес, и я стою, вот как я говорила, с палкой. Но это я настоящая, а мне аналогичный сон снился в лесу. Хорошо. Посмотри, какой ты себя видишь? Как ты выглядишь? Ну, в той одежде, в которой я была, в куртке, в штанах, в ботинках, в корзинках, в руках. И с посохом деревянным. А ты мужчина или женщина? Я женщина. А как к тебе обращаться? Задай вопрос. Ну, я вижу себя вот Викой в лесу. А спроси вот от того, кого ты видишь в лесу, как к ним обращаться. Просто спроси. Сон тебе говорит, мысленно общайтесь. Карл. Карл. Ну, вот видишь, Карл. Вика стал Карлом. Да, Карл меня слышит? Наставь меня с ним, сделай глубокий вдох-выдох и расслабься еще больше. Карл. Приветствую. Да. Пообщаемся? Расскажи мне, что ты делаешь в этом лесу, Карл? Грибы собираю. Угу. Грибы собираешь? Так. А как ты давно находишься в этом лесу, Карл? Да, я не нахожусь в нем. А в поле, а в поле Викика как давно находишься, Карл? С рождения. Угу. С рождения. Сейчас натяни свои веревки, Карл, в свои канавы, чтобы Вика прочувствовала, к каким частям тела ты подключен к ней. Пошло натяжение твоих канатов. Еще сильнее тянешь. В каких частях ты подключен? К ушам, к ногам. Карл, а ты меня слышишь, Карл? Да. Что у тебя за проект с Викой Карл? Почему ты с рождения с ней? Вы раньше встречались? Да. Когда новым вы встречались? Когда первый раз? Несколько жизней назад. Несколько жизней назад. Сейчас какая жизнь у Виктории, Карл? Пятнадцатая. Пятнадцатая? А что так много она живет здесь? У нас связь. Связь. А она в источник поднималась за эти пятнадцать жизней? Хоть раз? Карл. Да. Поднималась. Ну, и уже получше. Хорошо. А какая, Карл, какой договор у тебя с Викой? Что ты даешь? Мы дружим. Давно. Да. В чем заключается ваша дружба? Вот она, например, впитает тебя энергией. Без ее энергии ты не можешь существовать, потому что она генератор. А ты что ей даешь взамен, Карл? Я открываю ей врат. Да. Куда? В мир знаний. Угу. Так. Какие знания? Я охраняю ее. И все время рядом. Угу. А какие знания ты ей дал, скажи, пожалуйста? Вот ее жизнь у меня на бумаге. Тайны открываю, таинственные знания. Да. Ну, например. Недоступные. А с какими негативными событиями ты связан в жизни Виктории, Карл? Пошли потоки информации. Виктория. Он занесет Карла. Посмотри. Как Карл влиял на ту жизнь? Какие события негативные, скажем так, взаимодействовали, влиял в Карл? Ну, мне как-то он перед глазами у меня. Я вижу дракона. Мы с ним в контакте в каком-то, в таком дружественном. Я пока не вижу негатива от него никакого. Ну, негатив энергии, он уже тебя скачивает. Как, задай себе вопрос, как его нагрузка энергетическая влияет на твое здоровье, на твое эмоциональное состояние? Видишь-ка она между собой, Карлом? Посмотри. Ниточки видишь между вами? Да, связь вижу. Связь есть, да. Смотри, по ниточкам видишь всю энергию в цветах. Какого цвета эти ниточки? Ниточки обоюдные у меня к нему и от него ко мне. От него к тебе что идет? Какого цвета энергии? Красная. Красная. Теперь считай информацию этой энергии, дотронься до нее. Какие эмоции, какие мысли она тебе несет? Что она тебе? Вот заходит, у тебя красная энергия, пошел поток, почувствую. Гнев, страсть, гордыня. Гордыня. Карл, дружок, да? А что забирает у тебя, Карл? Смотри, что из тебя выходит? Какого цвета энергия? Желтая выходит. Желтая жива. Что там еще, кроме нее? Какие эмоции он из тебя вытаскивает? Какие ощущения? Какие мысли он забирает с тебя? Какую энергию? Дотронься до желтой энергии и почувствуй. Ну, энергию любви. Любовь из тебя забирает, да. А на здоровье задай вопрос, как он влияет? Да, когда мне не хватает желтой жизненной энергии, я начинаю болеть. Но вот как-то идет информация, что не всегда дверка открыта, ну, закрывается. Не всегда клапан, как бы, как это объяснить. Не всегда откачка идет. Вот так сказать. Хорошо. Смотри, тогда поворачивайся, сзади тебя портал, который ведет тебя на стройку с тем моментом, когда ты первый раз познакомилась с Карлом. Переносись туда. Да, в каком-то средневековье мы уже... Кем ты была в средневековье? Посмотри на себя. Мужчины бывали, женщины? Нет, женщины. Напиши себе, как ты себя видишь, какой ты себя видишь. Ну, я не понимаю, почему мой мозг рисует из этого сериала картинку. Замок, вот это вот. Да, 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 убери анализы, да, считывай информацию. Ну, я белая, я белая женщина. Как ты, Доля? Белокожая. Аргита, Арги. Агрита, Аргита? Агни, Аргита. Какой-то год Аргита. Пятый век до нашей эры. Пятый век. Хорошо. Посмотри, чем занималась Аргита? Ну, как, королевская, какая-то кровь, королевская кровь. Хорошо. Аргита меня слышит? Да. Аргита, привет. Здрасте. Ну, как ты? Прекрасно. Расскажи, в каком моменте ты встретилась с Карлом? Что это за момент был? Посмотри. План Дракон. А где вы с ним встретились с Драконом? У нас принято выращивать драконов. То есть, на физическом плане у вас были драконы, да, в то время. А зачем вы выращивали драконов? Мы их приручали, как охраняемые, охранять территорию. Угу. И ты выращивала, получается, вот этого Карла или что? Да. С яйца. С яйца. Угу. Хорошо. Хорошо. Так, а как ты прожила жизнь, Аргита, скажи с вами? Какая-то по счету жизнь была? Третья идет. Угу. Третья жизнь, да. Как какие у вас были взаимодействия с Карлом? Мы летали с ним в небо. Я умела им управлять. Больше времени я с ним находилась, чем кто-то другой. Что произошло, Даша? Я приручила драконов. Угу. Потом была война, и я погибла. Тож, посмотри, что это за война была. Нападали в соседнее государство. У нас не было тяжелой техники. Мы сражались драконами. Драконами. Было много драконов. А с кем вы сражались? С другими королевствами. Угу. Это больше, как я называю, от скуки. Нечем было заниматься людям, которые сидели в замках. Они придумывали эти войны, чтобы не было скучно жить. Угу. Это бессмысленно. Но люди так. Да. Да, людям было скучно. Они либо пили, либо воевали. Угу. Угу. Так, и как ты умираешь? Я на поле вместе с драконом умерла. Мы умираем вместе. Я его чувствую. Я чувствую его дыхание. Я придавлена. И мы вместе уходим. Прям вместе. Так, вот ты умираешь. Дальше куда твоя душа уходит, смотри. Умирает аркита. Отходит ее душа от тела. Ну, я возвышаюсь наверх, потому что я умерла с чистыми мыслями, без гнева. Ага. Без злости. Я наверху... Так ты же умерла в битве. Я не испытывала гнева и злости к тем, кто нападает. Угу. Я с чувством любви умерла, потому что со мной был мой дракон. Угу. Ты тоже умер в тот момент? Да, мы вместе умерли. Угу. Так, смотри дальше. Вот двигается твоя душа наверх. Что происходит дальше? Я вижу, как открываются небеса и образуется круг. Угу. На небесах. Я в него лечу. Угу. А дракон куда летит? Карл. Карл почему-то остается на земле. Угу. Так, дальше смотри, вот ты летишь, куда ты двигаешься? Угу. И вылетаю в пространство. Угу. Что это за пространство, опиши его? Чистое, светлое, воздух. Угу. Небесное. Я в небесном пространстве. Угу. Дальше. После этого что происходит? Я говорю, мне надо туда, обратно. Угу. А с кем ты общаешься? Это на ментальном уровне просто диалог. Угу. Я понимаю, что это все бессмыслится. Ну, почему-то есть какие-то недоделанные дела. Мне нравится связь с землей. Угу. Я люблю землю. Так, и вот ты возвращаешься обратно. Ну, ты с источником. Угу. Полетела обратно. Ну, я вижу себя малышкой. Какие-то нянечки, нянечки. Ну, в каком-то замке опять. Нянечки. Подожди, 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 подожди. То есть ты бывал в источнике, потом полетела обратно на землю. Или это была иллюзия? Давай сейчас спросим у Лены. Вот мне кажется, да. Позволишь Лене войти в твое пространство, считать информацию с тебя? Хорошо. Лена, приведи, сделай глубокий вдох, глубокий выдох, расслабься еще больше. Виктория, раскрывай поле, зеркальные поля с желаниями работы. Виктория, скажи, желаю раскрыть поле. Желаю раскрыть поле. Да, прям, мусью, Маша. Да, пошел процесс. Смотри, Лена, что происходит. Все, а вот теперь я нахожусь в полярности. Угу. Давай сейчас пообщаемся с подсознанием Виктория. Что она тебе говорит? Как она себя чувствует? Лена. Да, я слышу подсознательную часть. Она меня слышит тоже. Сейчас идет метание очень большое. То на одну сторону, то на другую. То на одну, то на другую. Такое ощущение, что тебя очень сильно торопит. Это метание права выбора сейчас у нее. Она делает выбор. Да. Либо темная, либо белая. Да, идет. Хорошо. А что говорит подсознательная часть? Что она делает в этом пространстве? Подсознательная часть Виктория. И вообще, что это за пространство, Лена, в котором она находится? Это низкочастотное пространство, высокочастотное или нейтральное? Пространство дуальности. Слева и справа. Но только на светлой стороне ты так и не была. Это все иллюзия. Ты здесь давно. Ты смотришь на диск. Иллюзия. Сейчас поживай, Виктория, чтобы вышел ответственный источник этой иллюзии. То есть, два, три, вышел, встал перед тобой. Ну, просто идет какой-то древний дух. Давай тащи его сюда, этого древнего духа. Так он выглядит. Ну, он не имеет какого-то облика. Это просто какое-то осознание, что ли, что это дух. Но я не вижу его в каком-то обличии. Ну, пожелаю, чтобы он вышел. Ответственный за эту энергию этот дух. И пусть он примет образ. Ну, такой, типа, человек в цилиндре. Человек в цилиндре. Человек в цилиндре. Посмотри, какого цвета глаза этого человека в цилиндре. Красные. Красные, нежняк. А теперь от цвета его глаз проявляется весь его образ. Пошел процесс. Ну, опять дракон. Дракон. Тот или другой? Карл или другой? Карл. Ну, они все на одну внешность. Ну, похоже. Лена, да, помоги. Ну, это его. Нет, это стоит визель Волв. Визель. Визель Волву, приветствую. Визель Волву. Так. Приветствую тебя. Снял шляпу. Ну, да, он такой в цилиндре в каком классическом костюме. Такой какой-то. Я его вижу со стороны. Давно с собой визель Волву тут. Да, веселимся вместе. Хорошо. А с какого упрощения вы вместе с визель Волву? Ну, опять идет три цифра. Третья. Хорошо. Посмотри, очень внимательный момент. Карл это есть визель Волву? Это или Карл это Карл визель Волву? Это разные. Разные. А спросил Визель Волву, он не эфир или асир? Сейчас идет асир. Асир, он асир. Хорошо. А скажи, пожалуйста, визель Волву, а зачем ты иллюзии такие надел на Викторию? Чтобы быть моей. А зачем она тебе нужна? В чем ее ценность? Для тебя. Она умеет создавать иллюзии. Каким образом? Она визуализатор. Быстро визуализирует. Хорошо. А кто ее научил создавать иллюзии? Я. А с какой целью ты ее обучал? Мне интересны миры, которые она создает. Она у нас абсолютная, да? Смеется. Угу. С кем она была в абсолюте? Она не знает даже, кто она. Не знает, кто она. А мы сейчас и узнаем. Да, Визель Волву? Пора уже. Время настало. Сколько можно в иллюзиях находиться? Ну, мне жаль будет. Почему жаль? Визель Волву, все же программа. Если я пришел, это же тоже программа. Ты же знаешь, ты же умный князь. Да. Ну, да. Так ты хотел творец. И ты участвуешь в его опытах. Хорошо. Пошли туда. То есть, ты мне сейчас Визель Волву не хочешь сказать, кем она. То есть, мне надо сейчас это изучать самому, да? Или как? Или ты хочешь мне сказать, рассказать об этом, чтобы облегчить всю эту ситуацию? Нет, я не скажу. Почему? Хорошо. Тогда знаешь что, Виктория, отсоединяйся от Визель Волву? Угу. Он все время смеется, такой смеется. Ну, а чем он? Факт, что ли? Так, вот смотри. Забирайся сзади тебя Карл. Видишь, Карла? Угу. Садись на него. И полетели вверх, в абсолют. Перемещайся назад по ленте времени в самое начало. Пожелай перенестись в источник, сонастройся с ним, с источником, когда ты первый раз, вообще самый первый раз, обдумывал воплотиться, выйти из источника и воплотиться на другой планете. Сонастройся с этим моментом. Раз. Два. Три. И ты в источнике. Посмотри, чем ты там занимаешься. Какой-то все там наблюдаешь, какой-то все там видишь. Просто нахожусь. Как ты ощущаешь источник? Пространство, я пространство. Угу. Посмотри, Лена, вы в источнике? Нет. Выше поднимайся, еще выше. Купол распеть. Разбивай купол, еще выше идти. Поднимаешься? Да, очень свежо. Угу. Воздух поменялся. Поменялся воздух везде. Лена, что там, смотри. Мы сейчас находимся на самой высокой частоте, это пространство-создатель. У меня гудит в ушах. Синхронизироваться надо. Посталось, и стало теплеть в груди. Угу. Отец здесь. Отец. Отец, космос. Посмотри, повернись сзади тебя, кто стоит. Лена, где он находится? Ну, в салюте. Мы там, где создатель. Девятый измерения. У нас на уровне. Хорошо. Я как будто вижу, как небесную канцелярию. Ну, как вот такое облачное, и все. Угу. Они очень высокие. А я какая-то маленькая. Угу. Они сверху смотрят, рассматривают меня тоже. Типа, как я могла так помельчать? Угу. С таким, даже не осуждением, а с таким. Угу. Помельчать с максимальной, как стало, да? Так, как я могла так. А смотри, сейчас мы это поменяем. Сейчас пожелаю, чтобы завибрировал энергию, эмоции, страха пошла вибрация. Страх вибрирует в твоем теле. Страх. Виктория, передавай ощущения. Я вот как-то больше себя вижу, как картинку. Я не понимаю, почему я так не синхронизируюсь с телом. Угу. Не хватает синхронизации именно с телом. Вижу больше себя, как картинку. Угу. Хорошо. Какой ты видишься? Крылья есть, я посмотрю. Да, я вижу. Страх вибрациях. Расширяю их. Хорошо. Посмотри, кто к тебе подошел. Историю. Их стало много. Угу. Главное сейчас тебе подходит. Ну, это в доспехах. Как обращаться? Архаты. Архаты. Как Архата зовут, который подошел к тебе? Гавриил. Гавриил. Приветствуем. Гавриила. Гавриил, слышит меня? Да. Синхронизируйся с ним. Приветствую, Гавриила. Скажи, пожалуйста, а как Викторию зовут в том пространстве? Как дух ее увеличать? Аллу. Аллу? Да. А чем Аллу занимался? Почему он пошел на планету Земля? Чем он занимался там у вас в Абсолюте? Абстракцию создает. Абстракцию. Для чего это ему нужно? Чтобы путешествовать. А куда он путешествовал? Он собирал информацию и мастерил с этой информацией новую информацию. Соединял несоединимое порой. А где он путешествовал? В каких мирах он был? Разных. Много где. Хорошо. То есть достаточно старый дух такой? Да. Иллюзионист. Иллюзионист. Фокусник. Да. Хорошо. Почему он решил пойти на Землю? Для чего это ему нужно было? Давай сейчас унастройся с тем моментом, когда Аллу решает, обдумывает вообще, первый раз, самый первый раз, воплотиться на планете Земля. Ну смотри, где это было, где это происходило? Вижу картинку, как, ну вот, сверху, как наблюдаю за энергиями. И уже своим зрением хочу смешать их, как краски. Смешать и посмотреть, что получится. что будет за новый цвет, что за ощущение, что за вкус, что это приобретает, какое новое свойство при совмещении, смешивании. А кто тебе рассказал о Земле? Я здесь, здесь услышал, что есть такое место, есть такая энергия, где можно совмещать несовместимое. Экспериментальная, интересная площадка. Так, и вот ты собрался на планету Земля, смотри, как происходило твое движение. Посуди, что происходило. Вот ты решил воплотиться. Что дальше происходило? Я материализую на ходу инструментарий. Я материализовать умею сразу. Из образа, из образа, который у меня есть в голове, я материализую для себя нужные инструменты. И с этим набором инструментов и знаний я отправляюсь, как типа, в скафандре в каком-то. ну прям как на экспедицию. Такое ощущение. И не знаю, вернусь я или нет, вот такие ощущения. Прям в экспедицию ухожу. Да, что происходит, смотри. Ну, вижу какую-то картинку безжизненной земли. Не пойму даже, какими силами и чем это я делаю. но как бы начинаю как раскрашивать картину, иллюзию создавать. Как мне нравится, как сиво, чтобы было, чтобы жизнью наполнить. Мне нравится это делать, и я окунаюсь в свою собственную иллюзию, ощущаю даже воздух, даже шуршание листьев. Иллюзия становится реальностью. Чувствую все это носом, но запахи чувствую. Все становится тактильным. Это узнать, когда сон становится тактильным и ощущаемым. Вот так происходит. Потерализация происходит моей силой мысли. Хорошо. А смотри, вот ты подлетаешь к планете Земля. Да, это такое любимое что-то все равно, что создано не только мной, а мне подобными тоже существами. Очень любим это, когда ее видим. Да, она сверху как вот шар живописный такой. Шар живописный в пространстве висит как бы и внутри вот это ядро диска наполнено энергией живы. Желто-оранжевым такой энергией. и это тепло изнутри греет планету. Это живо. А с кем ты встречаешься у планетарного слоя перед тем, как уплатиться на Земле? я не вижу никак. Распомотри медный процесс перед воплощением ты же должна была с кем-то встретиться. Кто-то ведь должен был провести воплощение. Нет, у меня ощущение, что я прям прыгаю как вомут с головой и все. Смотри, куда ты прыгаешь. В воронку. Я прыгаю в воронку и даже не знаю, вернусь я или нет. Лучше-клупше идите, все верно. Так, и с кем там в воронке ты взаимодействуешь с мышью в воронку? Воронка. Ну, так как трубочка, как портал, ведущий на Землю. Все такое кружит, кружит, как вот тайфуны показывают вот эти вот какие-то предметы, какие-то звуки, какие-то писки, разговоры, какая-то информация, все это так кружит, кружит, кружит вокруг. Я вот лечу в этой воронке с каким-то чемоданчиком почему-то. Чемоданчик у меня. И боюсь его потерять этот чемоданчик. Так, а что за чемоданчик, в чем смысл, почему-то боишься его потерять? Почему-то он мне очень дорог. Информация твоя. Это мои ключи, инструменты. Это напоминание о том, кто я есть. Это единственное связующее сейчас чемоданчик. Это останется связующим звеном с тем пространством, откуда я ушла, откуда я выпрыгнула. да, и в этот момент как раз я наблюдаю тебя, когда ты подходишь к бесконечно глубокому обрыву. Вот здесь ключевой момент. Я напротив вижу Вильзельвола на той стороне через обрыв. Он говорит, если ты хочешь воплощения, перебирайся сюда. Да, мы соединили руки. Это контракт. Он делает твердью мои иллюзии, мои визуализации. Делает их твердыми и ощутимыми, и реальными. Так, наверное. Да, я вижу, как мы пожали руки. О чем бы состоялся ваш разговор? Во мне есть потенциал, который ему стал интересен. Именно мой обширный, абстрактный мир, то, что у меня есть в моем информационном поле, собранный материал, потому что много чего не было на земле до этого момента. Не существовало и было невообразимо даже. А я эти образа принесла в своей информации и он захотел в этом тоже поучаствовать. И я вижу прям картинку, как соединимое и несоединимое вместе становятся, но в любом случае какая-то грань существует, но оно вместе срабатывается, что ли, так сказать. И я его не боюсь. Да, на что он боится? Хоть он там сейчас меняет образ свой. То есть, он решил тебе стать проводником на этой планете Земля. Что он тебе обещал показать на этой планете? Какой опыт ты решила здесь получить? Ну, вот я захотела материализовать. Материализовать. Энергиями планетарной. Да, я захотела материализовать. Именно делать их ощутимыми, ощущаемыми, и чтобы можно было потрогать. Тут маленький подвох есть. Я могу о нем рассказать? конечно. Дело в том, что этими материальными нет, я расскажу. Сейчас. Ты сама хотела получить опыт низкочастотный, но при этом ты попала в Узы. Узы он тебя связал. Чуть-чуть терпанул. Накинула безорвность. Да, я очень доверчивая вообще, в принципе, сама по себе. Получается, ты в абсолют в источник поднималась за все свои жизни или нет? Да, такой вопрос. Я не знаю, но я чувствовала вибрации высокие, частотные, они пронизывали мое тело. Да, это солнце открывалось, ты чувствовала свои же энергии, свой потенциал, это было твоей же иллюзией. Нет, не поднималась ни разу. Хорошо. А что, удобненько? Он этим потенциалом пользовался на магической частоте. Твоим же потенциалом усиливал потенциал других, таких же, которыми он управляет. Через них воздействовал на других людей. Выходил на низкую частоту и через эти низкочастотные манипуляции шел сбор с других людей, это души, их много. Они здесь точно так же в вузах. Этой энергией он питался через тебя, ты все время спала. Ну вот поэтому я себя и называла сюда спящей ведьмой. Хорошо. Получается, что он с первого воплощения с тобой здесь, если вы познакомились у планеты Земля. Да. Значит, получается, с изливом ты начала все эти движения, потом в третьем воплощении подошел вот этот Карл. Ой, такая информация идет интересная. Я спрашивала, Карла, по какой причине вас сейчас нет на физике. Если тогда вы существовали, а сейчас вас нет. И он говорит о том, что сейчас им неудобно быть в телах. Это тело не удерживает. Ну, то есть вибрации перевожено в наш язык, вибрации другие. Давай тогда с этим мы более-менее разобрались. Да? Муха пролетела. Визельву уже. Да. Откуда она взялась? От Визельву. Уже Король Мух. Хорошо. Так. Давай тогда сейчас перенесемся чуть вперед. Перенесемся с тобой в крайнюю жизнь до того, как ты была Викторией. посмотрим эту крайнюю жизнь. Настройся с этой информацией. То есть предыдущая. Да. Смотри. Я уже в ней была в регрессии. Я мужчина. Как тебя звали? Сейчас убери логику, да. Старайся работать с информацией. Ну, просто сразу понеслось туда и вот я мужчина. звезды мужчина. Да. Меня зовут Женя. Евгений. Какие-то года. Военное время прошло. Военное время прошло. Войну отечественную. Ну, в смысле, я не была солдатом, в смысле, это время. Ты же там, сороковые годы. Да. Он на войне не был, наличил с травами связанное. У него семья есть. Он был знахарем, но он умер в сорок с лишним лет. От чего умер? От курения. Много курил очень. Так, хорошо. И вот, смотри, вот он умирает. Проценивай за его энергией. Куда она движется после смерти? В какую сторону энергия движется? Ну, вот душа его куда? Вот он умирает от тела, отходит его душа. И смотри, что происходит дальше. Куда движется его душа? Евгения, что происходит с ней? Ну, я только вижу, как она как будто летит и картинка, которую я вижу, она, вот так, как в основах отсоединяешься и вот куда-то полетел, полетел. полетел, смотри. Как будто бы упираешься в какой-то купол. Так, дальше что происходит? Дальше я вижу, как земля делится на какие-то вороночки или как соты, или что-то такие вот как шарики, кубики. То есть ты вылетел из купола, да? Нет, я куполом, но какой ты видишь землю, посмотри, вот ты под куполом, значит, получается купол, а внизу что? Я вижу, как диск такой и какие-то как соты. Не пойму, это не соты. Какие-то кружочки. Как они выглядят? Круг в круге или они все рядом находятся? Они рядом, завихрения такие, как из дыма завихрения. Так, а что это за соты, посмотри, ближе подлети к ним, посмотри. Это воронки. Это как торнадо, вот, воронки. И каждая вороночка куда-то туда ведет. Их много. Так, а вот где мы находимся, вот, в нашей реальности? Это отдельная воронка или это? Это общий как информационный диск, но имеющий много-много пикселей. это как компьютер и много-много флешек. Но компьютер один. И вот эти вороночки, они вот именно... А чем эти флешки отличаются друг от друга? В каждой воронке своя информационная система. Войдя через эту воронку, именно через эту воронку, ты попадаешь в систему. В какую систему? Там же много воронок. А это надо просто все воронки обследовать везде, разные программы. Но система одна. Кажется сверху, что диск он один, но он многоинформационный, многообразный, многогранный. И эти воронки, когда попадаешь в воронку, каждая воронка, проходя через эту воронку, снабжает системным мышлением, видением. Получается, что площадка одна, но у тебя, пройдя через эту воронку, загружаешься файлами этой воронки. Так я вижу. Хорошо. И что, значит, ты подлетела к куполу, поняла, что через него не пробиться, или что почему-то? Да, там какое-то ограничение есть. Я как будто даже спиной его чувствую. В чем ограничение? Что тебе нужно было сделать, чтобы пройти через этот купол? А я почему-то на тот момент я думаю об этом, что мне куда-то надо пройти. Я как бы вылетела, уперлась, и мое внимание притягивают эти воронки. и я начинаю их рассматривать и как будто бы загружаюсь в новую воронку. А кто-нибудь рядом с тобой стоит, кто-нибудь присутствует в этом процессе, кроме тебя? Посмотри вокруг, почувствуй. Какой-то шум идет, много такой жужжащий, много-много такой сбивающий с толку, с толку, какая-то специальная вибрация, что ли, сбивающая с толку, шум какой-то. тот самый звук, помнишь, с которым я когда-то столкнулась? возле купола. Какой-то да, какой-то технический, я бы сказала бы, искусственный шум. И он, когда попадаешь в эту резонацию, тебя как будто бы так-то раздирает на части, ты как будто бы вот как в телевизор идут вот эти помехи, ты становишься как помеха нецелостным. Этот шум так действует на частоты. И что, как он у тебя влияет, этот шум, что с тобой происходит после него? Я теряюсь, я теряюсь, я теряюсь в пространстве. А что это за шум? Какой он? Низковибрационный? Как вот гул, на заводах, знаете, когда вот на заводах вот там танки или что-то делают какой-то стальной такой. Откуда он идет? Посмотри этот гул. Где его источник? Откуда его начинает двигаться к тебе? Он неоткуда, он везде. Под этим куполом он везде. Ну, понятно, что он везде, а посмотри, кто его создает. Так, кто создает? Вот этот гул про то. Смотри, пожелаю, чтобы вышел ответственный за этот гул, кому он пройдет. это из-под земли. Это из-под земли. Идется такая резонансная волна. А вот смотри, сейчас ты на диск смотришь на планету, как на диск, из какой части этот гул выходит из-под земли? Он, знаете, как вот тор показывает энергию из середины на края и опять середину на края и это все как будто вы единая система. Средина из-за Антарктиды? Какая-то дали лет какой-то долет. Ну, а посмотри, что издает этот гул там внутри середина Антарктида. Что издает? Кто издает? Что издает? Кто издает? Да, принесись туда, посмотри. Приблизь этот источник, посмотри, что там происходит. Какие-то я вижу системы стоят там по земле. Что это за система? я не пойму. Какие-то как? Я бы их назвала бы инопланетные, какие-то мощные, как станция. Я не понимаю, это станция. Станция. Ну, это посмотри, это рукотворная постройка, или это как-то что за станция. Мотоцентр земли, исходит гул, да, вот и поднимать. Ты умерла, хотела выйти. Я вижу, как будто бы сейчас пошла картинка, как будто бы эта станция качает вот эту живу земли себе. А что за станция? Почему ты совершил, что это станция? Она стоит с каких-то запчастей, деталей, или это литой? Да, какая-то она странная, она, даже не знаю, даже металла такого нету на земле. Какого цвета ты ее ощущаешь? Ну, она стальная на вид. Стальная? Да, стальная как будто. Но она какая-то странная. Вот слова «Черное солнце», «Клаврат», «Блэк Холл Сан» резонирует тебе с этой установкой? Резонирует с тем, что ты сейчас видишь? «Черное солнце». «Черное солнце», да. Да-да, вот что-то идет такое оттуда, да. А посмотри, давай, коль мы уже здесь, сейчас посмотрим дальше, вот быстренько. Вот эта станция, установка, просто опиши мне, как она работает, кто ее запускает, коль на нескольких словах, коль мы уже коснулись этой темы. Она автономная, там нету, фактора как такового, что кто-то ходит, что-то включает. Она автономная, работает на программе. Программа стоит у этой станции, запрограммированная станция. Типа Логоса? Да, запрограммированная, внедренная. Именно создавать вот эти шумы, создавать шумы, чтобы вот это живо, откуда берет энергию эта станция, она подключена к живе, к нашей Земле, к этому ядру, так скажем. на материальном видении это как ядро, но это вот как тоже шар, живо, энергия Земли подключена для того, чтобы создавать вот эти шумы, чтобы сбивать с толку разум. Разум? вот этот вот, что мы как вот рабы должны вот здесь находиться, ну, типа так вот, чтобы мы мало вспоминали, кто я, вопрос задавали себе, ну, да, вот, чтобы мы тотально проживали историю свою, в которую эти вороночки, вот, когда входит душа, сразу она пролетает через навязанную какую-то программу, начинает воспринимать мир через эту программу, и даже тот, кто начинает ощущать себя, кто я, тот начинает вспоминать о своем источнике, и когда душа вспоминает о своем источнике, ну, в принципе, нет преград для тех, кто начинает вспоминать о своем источнике, это сильнее, чем вот это все. Эту иллюзию причастен вот этот забыла, как его зовут, кто, как его, Визивол, Визивол, да, вы уже видите, Визивол, визуализатор, он причастен к этой станции тоже. Я понял. Задаю такой последний вопрос, какое отношение вот эта черная станция имеет к полярной звезде, который над планетой находится, как они взаимосвязаны, взаимосвязаны ли они вообще? Да, связаны. Каким образом? У них лучом связаны. Лучом? То есть, луч куда идет? От полярной звезды туда вниз или снизу вверх? Я вижу, как снизу нет, дожить. Ну, вуч, приблизься к лучу и посмотри, куда он движение фотонов, нейтронов, вниз или вверх? У меня почему-то идут две стрелочки в одну сторону, в одну в другую сторону. А что за энергия, посмотри, пожалуйста, которую ты видишь от полярной звезды к этому, скажем, темному солнцу, черному и обратно. Что за энергия движется между ним? Какие взаимодействия происходят? понять смысл этого? Холодный, идет холодная энергия, потому что это холод, а это живожар. И вот этот вот холод, соединяясь с жаром, как раз таки дает вот этот вот плав, сплав, вот этот вот, из чего сделала на станции. Хорошо. Давай тогда вернемся к тебе. и вот ты, поднималась, когда ты была, Евгений, умерла, поднялась наверх, ударилась об купол, начала обращать внимание на эти воронки, да, внизу, которые находятся. Потом начался гул, и что дальше произошло? смотрю. Ничего, я просто теряюсь, я как будто бы спиной чувствую, что за куполом есть что-то, что-то мое, родное, что-то такое. Я вижу прям спиной вот этот свет белый, не солнечный, а белый, спиной вижу. а идет такое какое-то на меня воздействие, шумоподавление, слабая, я какая-то слабая, что ли. И я как будто бы, мне надо просто срочно выбрать какую-то воронку, но в любом случае долго я не могу думать, но мне куда-то надо кинуться. и я вот как будто бы влетаю, вот как будто что-то почувствовала и вот полетела. Но и меня никто насильно не засовывал никуда. Мне просто нужно было самой сделать выбор. И все, я прыгаю в какой-то этот вот канал. Так, дальше, смотри. Ну, какие сущности взаимодействуют с тобой по ходу твоего путешествия? Ты же не могла сама принимать решение. Кто выбирал тебе семью, в которой ты родишься? Твой образ, кем ты будешь? Это программа. Это происходит в воронке. В воронке. Когда пролетают через воронку, там замедляется время. Замедляйся так. И смотри, с кем ты взаимодействуешь. Потому что это не происходит. Автоматически это происходит через твой выбор, через свободу воли твоей души. И посмотри, с кем ты взаимодействуешь там. Там, как прямо напрямую со мной никто не говорит. идет как чипирование, что ли. Я не знаю. Я бы так на ментале сравнила, как будто тебе делают укол. И в этом уколе вся информация. Так, Лия, ну что видит, посмотри с своей стороны. Ты спускалась вниз. Вот эти облака, я сейчас наблюдаю. Помните, да, я описывала, что идет будто бы пар. и далее он уходит вниз в ущелье. Все это время выше пара ты не поднималась. Настолько маленького размера была. Здесь идет сила притяжения, ты снова оказываешься возле этого диска светящегося. Все то же место, что мы с вами описывали под куполом, тобою с визуализированным. Давайте сделаю акцент на куполе, который тобой с визуализирован, потому что по моей снова подтвержденной снятой информации этот купол частично состоит и держится из ограничительных энергий всех людей. Пока люди здесь в ограничениях, действительно, пока они не помнят свой источник, этот купол есть. Вот за счет всех людей на планете Земля он и держится. Твой личный иллюзорный держится за счет твоих собственных иллюзий. Поэтому программа дальше была здесь продлена. вот стоит визуливол напротив, точнее, он сидит, тот пар вокруг ты стоишь. Ну, программу мне кто? Мне идет, как будто мне делают как укол. Ну, это твой мозг, просто понимаешь, он может считывать информацию и визуализировать ее совершенно по-разному. То есть, да, он тебе делают укол. Пытается объяснить. Да, да, именно теми картинками, которые есть в библиотеке твоих данных, знаний. Так, давай, Лен, продолжай. Дело в том, что у тебя много вариантов на выбор. Здесь целые карты вы рассматриваете вместе. Он тебе предлагает все, что угодно, вообще все, что ты хочешь. У тебя целый список желаний и опытов, которые ты хотела бы получить. Вы выбираете место проживания территориально. Все в деталях, все до мелочей. Вплоть до минутки твоего жизненного пути. Ну, мне кажется, что я всегда хорошо жила. Моментик есть. Как ты тут оказалась в освобождении? Это не прописано здесь. Где оказалась? Вот сейчас на сеансе. Это не прописано в договоре. Я же говорю, меня ведет какая-то сила, которая я там. Я ее чувствую. Хоть я, может быть, не летала туда, но у меня с ней огромная связь. Это твой высший дух. Смотри, ты проживаешь всегда свою жизнь в трех состояниях. Почему сакральные цифры 3, 6, 9? Тройка – это третье измерение. Это ты как тело. А на шестерке ты проживаешь как подсознание, а на девятке как дух. Это как вода. Она может находиться в трех состояниях. Лед – это тело, вода – это подсознание, а пара – это дух. То же самое ты. Так вот, когда подсознание не справляется с всеми вопросами, вмешивается дух. И задай вопрос себе. Вот, задай вопрос Аллу или Астафе, неважно, своему духу обратись к нему, скажи, ты мне помогал в сложный момент или кто-то другой? Или мой род, может быть, поэтому. Задай вопрос. Не, не, там, без сомнений, он. Мой дух, да. Он, да? То есть, я не задаю тебе наводящий вопрос. я его чувствовала всегда, когда были какие-то такие вещи, когда я обращалась именно всем сердцем к небесам и говорила, дайте мне просвет, чтобы я увидела этот свет, чтобы я увидела выход или вариант. И, вы знаете, я очень часто в последний вагончик сажусь. Перед экстремальной ситуацией прям одной пяткой выскакиваю. То есть, у меня очень вся жизнь как по краю ножа, как по краю лезвия, но я всегда выскакиваю из ситуации. Я всегда говорю, что это вот мое, вот это вот. А теперь посмотри, здесь какая бездна, такая хорошая у тебя интерпретация, потому что пространство, твоя иллюзорность, внутренняя, это в себя включает. это ущелье, всегда как на краю. Да, сейчас на этой стороне пока была все это время. Да, я знаю, что я как по лезвию всю жизнь хожу. Да? Так, хорошо. И это, знаете, захватывает мой дух. Хорошо. Давай сейчас перенесемся в тот момент еще раз, где конкретно прописывалась твоя программа на жизнь Виктории на планете Земля. Именно в тот момент, Виктория, сонастройся, где Евгений, Евгений обдумывает, обдумывает о следующем воплощении в виде Виктории. Почему Евгений выбрал Викторию? Почему это тело, эту семью, почему он выбрал? Перенесемся настройстве с этим моментом. Он достаточно сакральный. Почему-то я почувствовала в этой программе, что создадутся какие-то события, что позволят мне пробудиться. Ну, правильно. Ты участвовала в создании этой программы или нет? Задай вопрос такой. Я мельком увидела, что это пробуждающая программа. Но не детально, а что ну, будет, так сказать, пару ударов, от которых я очнусь, так скажу. Очнусь от спячки, что ли. Надружу меня сильно по голове ударить. Лена, раздели на спектр частот Вику и давай посканируем по частотам и потом посмотрим, что там. Кто в домике живет? Первым пошла вибрация по частоте представителей нижних миров. Вибрирует. Частота нижних миров. Вижу. Ну, давай. Что там? Ага. Наплюдаю воронку огромного размера, очень широкую, в области ног, далее колени, область живота. Вот это вот все, три разных подключения. каналы протянулись, ответственных вижу. Сейчас соностроюсь. Давай. Также пожелаю, Виктория, чтобы вышли все ответственные за всю чужеродную энергию по частоте нижних миров. Да. Кого ты видишь или ощущаешь? Бабушки мои вышли. Да, сейчас бери, возьми, топни ногой, если вся иллюзия спрыгнет. Давай, раз, два, топ! и спрыгнула вся иллюзия. Понятно все. Все понятно. И бабушка превращается, и бабушка превращается в кракозяблю. Кракозябру. Хорошо. А кто это? Ну, это демоница. Очень устраивая зубы у нее. Такая прям шипит. Угу. Так, получается, везель, демоница, еще кто? Да черти здесь немерено. инкуб стоит. Инкуб еще, да? Угу. И что там они наинкубировали тебя? И бывает инкубация у тебя? Задай вопрос. Инкубация это что? Что такое? Инкубация это когда создается плод на энергетическом уровне, и чтобы этот плод развивался, его подключают к биополию женщины, к энергии жива, для того, чтобы этот плод развивался дальше, а потом снимают его, когда он доходит. Почему-то я вижу плод. Сколько инкубаций было у тебя? Красный. Потому что всех людей, у которых очень сильная энергия живы, их переключают и инкубируют. Где ты видишь плод? Я не вижу сколько, у меня плод висит, я вижу какой-то красный плод. Вытаскиваю. Ну, да, я его вытащила, этот красный плод какой-то. Я не знаю, что это, как из фильма Чужие. Ты ее дитя наш. Прекрасно. Вытащила, да, его? Да. А мне вот эти три ведьмы предлагали, приносили картинку с детьми, а я отказывалась. Вот эти тренировки категор давайте, да? Детей своих подключим. И, кстати, она у тебя идет как раз таки по роду. Именно магическая часть. Ответственно. Кстати, это Лилит. Демониться? Лилит, приветствуем. Я же со сколькими Лилитами не наобщался в своей жизни. Вот это она ко мне приходила, когда на нее шипела, нет? Да. Просто задавай вопрос ему подсознание. Как это на тебя влияло? На твою личную жизнь как это влияло? В первую очередь. По-женски постоянные проблемы. Пошел поток информации. Да, постоянно не вылазила раньше, были постоянные проблемы по-женски. По-женски по-врачам ходила, не понимала, что со мной, почему у меня вечно что-то там ноет, болит. Иногда было такие, как рези, такие даже острые боли. Сейчас вернись в эту ситуацию и посмотри, что из четвертого измерения. В третьем измерении ты чувствовал резие и боли, а в четвертом измерении смотри, какие энергии участвовали. Как будто как красные лучи. Такие, знаете, как вот из этих показывают, штучки такие красным светят. Лазерные красные лучи. такие вижу энергии. А что это происходило? Что-то процесс происходил. Рисовали что-то на животе. не смотри на сам процесс, смотри, конечно, что они делали с тобой на эфирном плане, что у тебя на физике происходило резь. Не рисовали вот эти свои знаки, потом как-то кругом. Зачем они рисовали? Потому что этот знак, который они рисовали, ну, типа пентаграммы, что-то такое, их какие-то знаки, они рисовали даже в двойном круге, чтобы сохранять, чтобы я не чувствовала, чтобы мне не снилось, чтобы я не чувствовала, что я вынашиваю ребенка этого. На уровне физики я чувствовала недомогание, тянет. А они делали, чтобы до меня не доходило на уровне глаз, потому что я могла бы это увидеть. Они опасались за своих, да? Да, потому что я могла увидеть, могла это все увидеть своим видением внутренним, но это знаки, которые они рисовали, сейчас я прям вижу, они себя оберегали от этого, чтобы я не увидела. Но я чувствовала на физике всегда, что что-то не то. А на личную жизнь как-то влияла вот эта инкубация, инкуб этот, на ту личную жизнь как влияла? Скорее всего это отражается на каком-то постоянном плохом самочувствии по-женски, мне, конечно же, не хочется. Хорошо. но оргазм даже бывает во сне у меня без всякого видения, без всякой сущности, просто, понимаете, просто физически происходит. А теперь посмотри на энергетике, вот ты спишь, настроись с тем моментом, и у тебя происходит оргазм. На физике, ты говоришь? Да. Что на энергетике происходит в тот момент? Смотри внимательно. Ну, я вижу красные подключки, красные как вот сюда к поповине, вот сюда, и начинается вибрация такая от качки, и у меня начинается вибрация, и все, и так раз быстро хлоп происходит. Ну, как самого того, такого контакта я не вижу. Вижу как присоску какую-то. Потому что даже во сне иногда какой-то мужчина мне незнакомый приходит во сне, естественно, я с ним не лягу, я своего мужа никогда не изменяла, не собираюсь изменять. И тогда он меняет внешность на моего мужа, а я уже вижу, что он поменял внешность на моего мужа, и я ему говорю, иди, гуляй. Хорошо. Поэтому вот так вот вижу, что какой-то присоской. Хорошо. Так, давай дальше. В чем произошла эта коллаборация? Вообще, давай начнем с того, где-то познакомим с Лилит. Мне тоже интересно. Сейчас прошу, посмотрю. Задай вопрос тебе, Виктория, где ты познакомилась с Лилит, с этой демоницией. С Карлом понятно, с Визелем понятно, а Лилит где он встретилась с тобой? Застройся с тем моментом, когда первый раз ты с ней познакомилась. Я была в одной из жизней вот этой ведьмы, которая мне снилась, которая знает язык животных, деревьев. Какая ты жизнь? Задай вопрос. 5 мне идет 5-я жизнь. Тоже такие древние-древние времена какие-то там вообще 800 800 какие-то. И вот там она в лесу, вот она в лесу, я ее вижу, вот эту рогатую, рогатую, как Малефисента. Это кто этот или этот другой? А, Лилит это Лилит, я вижу, да, как Малефисента рогатую, в этом лесу я ее встретила. Я очень боялась, что в этот лес придут и испортят его, как будто бы я боялась, что люди неразумные, темные люди, которые, вот знаете, темные люди придут и испортят вот этот вот рай, который вот создан мной и такими, как я, вот рай такой. и она пришла с предложением, что она типа будет помогать этот мир хранить. А Лилит какое отношение имеет к лесу? В чем фишка? Какая какая-то вибрация, почувствуй вибрации планеты, леса, природы и вибрации Лилит? Знаете, хозяйка малахитовая хозяйка, она откуда-то из низа как вот ящерица выползает, но она не в этом лесу, она откуда-то из низа выползает. Да, здесь все слоями. Как ящерица, в виде ящерицы. Предложила мне, да, я боялась очень сильно за этот мирок. Вот, на этом страхе она и зашла. Да. А дело в том, что я могу немножечко и с вашего позволения. Дело в том, что у тебя отношения с ней по праву рода здесь и в этом воплощении тоже. То есть, по праву рода она никак не могла. Род магический и само это воплощение тоже связано с тем же. хорошо. И получается, значит, вы там познакомились, дальше она с тобой двигалась по воплощениям, а в этой жизни она с самого начала или вы где-то встретились с ней? Именно когда ты стала Викторией? Да, она меня подводила к практикам. Вот это тетя Бена, которая меня с картами познакомила, там я смотрю, что уже Лилит присутствует. Это в детстве, когда я еще даже в школу не ходила, карты мне раскрыла Бена, и я сказала научи, она говорит сиди и учись, и я научилась за пару сеансов картам. Потому что ты помнила все это и так. Да, я когда прикасаюсь к каким-нибудь практикам, у меня просто возникают ритуалы в голове. Это надо взять, это надо положить, это надо земля, соль, огонь, вода, ориентируясь вот так. Каждое воплощение магическим было. Я поэтому говорю, что я не отрицаю тьму, она какая-то, даже побоюсь этого слова, родная какая-то. Да, ее не надо отрицать тьму, это, понимаешь, понимаешь, это все творение одно. Я ее не отрицаю. Вода, она есть горячая и холодная, правда ведь? Но это же одна вода. Да, 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 да. У меня все черное, вся одежда черная, машина черная, дом черный. Ну, просто ты, да, все у тебя черное, потому что у тебя, ты слишком глубоко ушла. Твой путь, он находится посередине, между светом и тюрьмой. Да, я это понимаю, я не теряю свет в себе. Нет, но вот те события, которые как бы ты сюда пришла из космоса, из плюса, помнишь, когда в источнике ты была, ты плюс, тебе, ты пришла сюда, чтобы познать свой опыт через взаимодействие с минусом. И когда ты сюда пришла, вот как раз ты родилась, у тебя начались взаимодействия с минусом. И все вот эти вот товарищи, твои наставники, как говорит один из моих клиентов, «А где мои наставники?» Я говорю, «А мы только что их у тебя убрали во время сеанса, когда мы ходили к источникам». Он говорит, «А где же мои наставники?» Так вот, это твои наставники, это твои темные наставники, которые искушали тебя, били тебя для того, чтобы ты, скажем так, начала пробуждаться. Но поскольку ты проводил работу в черных школах, в этих, скажем так, по программе, то и это воздействовало неосознанно на твое мировосприятие. Поэтому наставники вот именно нижних темных миров, они любят черные цвета, потому что светлые цвета для них дают энергию, потому что цвет дает вибрацию. Поэтому они заставляли тебя покупать и черную машину, и черную одежду и так далее. Но сейчас, когда ты вспомнишь, а ты уже вспомнила практически, кто ты есть, да, изначально, что ты есть свет, ты есть плюсовая энергия, ты энергия отца, которая пришла сюда повзаимодействовать с энергией матери, потому что мать-земля, да, материя. Меняю гардероб. Да, тебе нужно переходить в нейтралку. И, кстати, сейчас... Это нейтралка, а сейчас я договорю, когда ты будешь в ней находиться, она будет постоянно, мы как бы, знаешь, как волна, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, а мы идем посередине. И мы, просматривая все эти опыты, все эти эмоции, мы понимаем, как правильно взаимодействовать с этим миром. И дальше, выходя уже из деструктивной частоты, из тьмы, для того, чтобы пробудиться, мы поднимаемся вверх на частоту положительную, позитивную, и тут мы начинаем созидать. То есть мы уходим от деструкции, мы переходим в созидание. И как раз эти наставники тебе уже темные не нужны, так как ты уже прошла всю тьму. И ты, чтобы трансформироваться, пришла ко мне или к другим каким-то мастерам, которые дадут тебе возможность перепрограммировать и конвертировать эту энергию уже в нейтральную частоту. Мне идет, что это практика, все равно, какой бы черной она ни была, это практика осознанности. Потому что, занимаясь магией, когда мы занимаемся магией, мы начинаем больше вникать в структуру вообще вещей, в структуру понятий. Ведь не карты с нами разговаривают, а через нас карты с нами разговаривают. Нож в нашей руке как другой инструмент работает только от нашего импульса. И вот, когда мы занимаемся магией, мы начинаем понимать, что мы творцы, все равно, что это из нас, что не кто-то двигает нам предметы, а мы двигаемся. себя, ты не предметом двигаешь, ты двигаешь с собой, если ты понимаешь, что мир это ты, то ты можешь иметь ключ, так и телекинетчики работают. Что ты и есть этот предмет, что ты и есть эти карты, что ты и есть эти руны. Я как бы давно уже начала понимать, что руны это я, что карты это тоже я. И вот, да, вот этот вот магический путь, чтобы я осознала, что это все я есть. это все-таки от моей силы идет. Да, когда ты маленький ребенок, и тебе кажется, что ты еще не осознал, что у тебя есть родители, которые тебе говорят, нет, ты будешь сидеть дома, ты будешь делать это, пока ты не вырос. Когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что никто тебе из родителей не может сказать, что ты будешь сидеть дома. Ты все равно захочешь и пойдешь. Это этап взросления, магия, чтобы понять, что ты творец на самом деле. Хорошо. А сейчас следит, какой энергию тебя питаются? Ментальный, сексуальный, жизненный, эмоциональный? Жизненный, живый, живой. Какие энергии она в тебя, какие эмоции она передает тебе, какие цвета энергии она в тебя заводит? Что она делает с твоим подсознанием, с твоими эмоциями, с твоей волей? Сейчас она подавляет сильно мою волю, потому что я просыпаюсь, потому что я на сеанс пришла, потому что это уже до сеанса начало происходить. А ты сейчас смотри, видишь между вами канал? Да, вижу. Ты сейчас вводи в роль такого некого Чубайса, как я говорю всем своим клиентам, рубильник тебе рисуй. Вот Лерит тебе не оплатила за электроэнергию. А что она сделает в России, когда не оплачут за электроэнергию? Отключают. Сейчас насчет 3, ты отключи энергию, есть чтобы по этому каналу не двигалась ни к тебе, энергия ни от тебя. И она упадет, ты увидишь. Если она упадет, ты отключил энергию. Раз, два, три. Отключай. Упала. Да, я прямо отрубила какой-то красный канал. Она не может без тебя жить. У нее нет энергии. Они отвернулись от источника. А источник ты, по законам магии, делима-неделима, это самый главный закон магии, что делима на физике, не делится на энергетике. Ты подключена к Творцу, Творец тебе, ты подседина к источнику, тебе энергия. И когда ты движешься, исходя из своей экспрессии своего сердца, ты никогда не теряешь свою энергию, потому что ты работаешь энергией Творца. А когда ты идешь против сердца и, скажем так, создаешь действия своим мышлением левого полушария, ты идешь. А в этой жизни, как черти, на какие события вот эти влияли все на твои негативные события? Вот смотри, а в каких жизнях? Черти больше со мной так, в лагерях где-нибудь или у той же самой бабушки. Мы ходили по заброшкам, боялись, орали, выбегали оттуда. Какие-то нелепые истории при зеленой глазке на коврах, в духов мы вызывали. Вот такое все было связано. Вот это все. Нелепость какая-то уже для меня. А на здоровье они влияют как-то, эти черти? Задай вопрос. Эту физику. Да. У меня всегда был плохой аппетит. Я была всегда очень-очень худой, дистрофичкой была. У меня были в детстве некие проблемы с легкими. Были. Сердце у меня, клапан, пролапс с самого детства. Пролапс. Холоднели у меня, вегетативная система, мы холоднели все время, руки-ноги у меня, как у лягушки, были все время как лягушонок. Вот так вот. Кто там вздулся? Я на каком-то... На каком-то неописуемом месте о таком. Посмотри, какой ты себя видишь там на этой частоте. Какая-то прозрачность. Как к твоему духу обращаться? Еще раз туда вопрос. Это вот этот вот товарищ на имени. Алло. Одно из имен. Алло, одно из имен, да. Алло. У тебя есть вопросы к своему духу? Только у вас нет опыт секты купочей. Да. Ты же всего частичка. Да, есть. То есть он. Давай, давай, можешь слух, можешь про себя, как тебе. Я спрашиваю, сколько я еще буду воплощаться на земле? Почему-то мне идет нисколько больше. Нисколько? Что? Дай его духу обращаться. На земле нет больше. А где больше упрощаться? Какие-то еще предстоят опыты. Обязательно. Обязательно не без этого. В каких-то таких пространствах других. Я даже во снах не видела такие пространства. Хорошо. Так. Посмотри, родные, близкие души к тебе подошли сзади. Кого ты видишь? Какие-то прозрачные. Нет, ну и не только прозрачные. Какие-то как в белых одеяниях. Какая у тебя дальнейшая программа? Посмотри. Ты, кстати, очень хорошо очень видишь в трансе. Спроси себе. Ментальная магия тебе как? Экзогипноз тебе отдаст? Движение вперед. Или чем тебе надо заниматься? Да, они мне уже сказали, что они пробивались ко мне с этой информацией, что именно в руках у меня заложен большой потенциал. А где он пошел? По нему вибрация, пульсация активирует этот потенциал. Где он находится? Но это идет такая вот такая вот золотая энергия, не зеленая, какая-то такая золотисто-белая. И вот когда я даже вот так вот делаю руками, я чувствую ее. Шары, как шары какие-то. Какого она цвета? Шары белые, золотистые такие, золото-серебром даже переливаются. Какие-то такие. Хорошо. Давай тогда поблагодарим всех участников этого сеанса, как и нижних, так и верхних. Да, благодарю. За твое продвижение, тот опыт, который они тебе дали. Каждый, что мог, старался, отпиши. Да, благодарю. Благодарю вас, ваше пространство. Благодарю. Пока.